Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. У нас сегодня в гостях у «Целебной кулинарии» не просто гость, а чемпионка России, чемпионка Европы, чемпионка, наконец-таки, мира Мария Луцина. Добрый день, дорогие друзья. И сегодня я присутствую здесь с Геннадием Петровичем Малаховым для того, чтобы приготовить полезное блюдо. И сделаем полезное блюдо, Маша. А сначала давай узнаем, а вот когда ты начала заниматься, а почему тебя, так сказать, подвигло на это дело? Вот я в свое время, просто-напросто лет где-то в 15, вот понял, что-то неинтересное жить, вот чем-то надо таким заниматься, и это меня увлекло, поднять от тяжести, быть сильным. А тебе? Ну вот я, кстати, тоже все время искала себя, чем-то занималась. Сначала, ну меня всегда в спорт тянуло. Я сначала просто бегала, а потом, когда уже студенткой будучи, пошла в ближайший тренажерный зал. И мне понравилось. А сколько ты начала заниматься? Сколько тебе было лет? Мне было 18 лет. 18 лет? 18. Значит, ты пошла в тренажерный зал, посмотрела, и тебе как-то понравилось. А что именно тебе понравилось, понимаешь? Иногда бывает, вот нравится мышечная радость, когда так раз напрягаешься. Другим там красивое тело, третьим вот как-то здоровье, четвертым еще что-то, пятым медалем, в конце концов. Кстати, вот как раз свое тело-то я там и усовершенствовала. А что тебе не нравилось в своем теле? Вот многим, многим, в том числе и мне, помимо Лысины, мне не нравятся многие вещи. Да? А что тебе не нравилось? Я хотела похудеть, постройнеть. Ты хотела постройнеть? Да. А какой у тебя вес тогда был? Вот 18 лет, сколько ты весила? Ну, я 65 килограмм. 65 килограмм? Слушай, вот интересно, ты же бегала, а потом вот откуда этот вес, на какие дистанции ты бегала? Ну, я вот неправильно, я не следила за своим питанием. Ага, вот, не следила за своим питанием. И вроде бы какое-то тело было, как она, вот где вес больше был, или ты просто так покрупнее, 65 килограмм, это довольно-таки крупная уже девушка. Очень крупненькая была, да. Вот, и просто тренеры мне объяснили и питание, и тренировки, но так как я всегда насчет тренировок была очень усердная, вот, за этим дело не встала. Вот, подкорректировала питание, и дело пошло. И после этого меня еще больше втягивало в этот спорт. Ну, меня вдохновляли как раз результаты в плане моей фигуры. Она совершенствовалась, мне это очень нравилось. А вот что, вот что, как бы сказать, вот совершенствовало пошло? Где ты увидела изменения, и что тебе понравилось там? Ну, появлялась, тонус появился в мышцах. Я чувствовала, что у меня мышцы... То есть ты сильнее стала? И посильнее становилась, да. И как говорил товарищ Сталин, жить стало интереснее, да? Да. Когда жизненный тонус есть. И потом уже со временем все равно тянула уже в зал. То есть если были перерывы, меня тянуло в зал, мышцы уже хотели тренироваться. Хорошо, вот тонус, а дальше, а внешне что тебя вдохновляло? Внешне это сброс веса, лишнего веса. То есть ты как скульптор так начала стучать, и фигурка так лишним рамом отпадает. Она все религия. Естественно, были и сбои, то есть когда я давала себе перерыв, вес опять приходил. Вот, ну... Слушай, а вот посторонние люди, они же замечали, какие с тобой происходят изменения? Они как бы смотрели на тебя так, а Маша-то смотри, а была там, ё-моё, на руках ходила? Сейчас там на шпильках или ещё на чём-то? Или там в штанах, а теперь там смотри, юбочка покороче стала, там ещё? Конечно, замечали. Есть люди, которые поддерживают, а есть люди, которые, наоборот, осуждают. Ну... Чего они осуждают? Осуждают, видимо, может быть, по причине, что сами как бы не получается, вот нет силы воли и может быть некая зависть, да. Либо, может быть, за моё здоровье беспокоились, потому что, в принципе, диеты в жёстких сидела, вот, и родным, допустим, это не очень нравилось. А вот стать чемпионкой мира, сколько тебе понадобилось времени, там, 3 года, 5 лет? Потому что я знаю, некоторые так говорят, вот, чтобы стать мастером спорта, говорят, ну, у кого идёт, там, вот, по тяжёлой атлетике, говорят, 2 года, а вот международников уже ещё 5 лет надо было прибавить. Ну, вот, чемпионкой мира я уже стала переехать в Москву, вот, здесь я занималась. Это сколько было лет? Это мне было так, 2010 год, сейчас, 3 года назад, 23. На нашей целебной кулинарии рассказываем о том, чтобы человек не просто что-то съел, ему вкусно было, но чтобы ему и полезно было. А тем более, с сбросом веса, вот, какие продукты он должен кушать, чтобы набиралась такая активная мышечная масса, а всё инертное уходило. Белковые продукты. Белковые продукты. И бытует мнение, что всё диетическое невкусно, а мы всё это умеем и будем готовить вкусно. И что мы сейчас приготовим? И сейчас мы приготовим рыбу. Рыбка. Рыбка. Рыбка – это риска, филе. Филе. Вот. Вот оно такое. Кстати, рыба – это один из самых ценных источников белка и усваивается довольно легко. Поэтому для спортсменов вообще это уникальный продукт и полезный. Как мы её будем готовить? Сегодня мы её пожарим. Просто пожарим? Пожарим, да, немножко. Вообще полезно, конечно, либо в пароварочке сделать, либо запечь. Вот. Но сегодня у нас такой вариант выходного дня. Вариант выходного дня. Слушай, Маша, а вот смотри, вот действительно в пароварочке можно сделать, можно её там запечь, да, на сковородочке. Можно там ещё... В фольге. В фольге. В фольге. А вот можно тогда сказать, в чём заключается разница? Если мы её запечём сейчас на сковородочке... Поджарим. Да, поджарим. Ну, вообще, поджарка сама по себе чем вредна? Потому что канцерогенная. Оливковое, допустим, если жарить на оливковом масле, там оливковое масло, оно полезно, но при термической обработке теряет полезные свои свойства. Вот. Но мы постараемся минимизировать зажарку. Включаем тогда. Так, это у нас будет вот это. Мы включили нашу сковородочку. Так, что мы вообще будем делать? Так, сначала маслица, да, прогреем немножко. Вот, а пока я тогда порежу филе наше. Хорошо. Порежь филе. А я ещё несколько дополню. Знаете, почему я Маше такой вопрос задал, что когда, если приготовить на, ну, филе рыбки на сковородочке, то она, рыбка возьмёт и маслица. То есть это будет, ну, как бы сказать, жирненький продукт, который, да, для того, чтобы масса тела росла хорошо, это будет нормально. Но если мы хотим, чтобы у нас был там рельеф, лишнее уходило. Лучше сделать на пароварке. То лучше всего на пароварке, чтобы лишний жир не вошёл в рыбку, и у нас всё было такое стройненькое, всё было такое активненькое. Потому что, естественно, масло добавляет калории. Вот, вот это вот я и хотела услышать. Так, а что мы ещё будем использовать? Там лучок, мы будем там это... Да, лучок будем использовать. Хорошо, а я лучка пока. Приправки. Приправки. Как вы считаете, Геннадий Петрович, помельче порезать или так достаточно? Вот как ты делаешь, так ты это всё и делай. Поэтому всё это нормально. Я считаю, что так достаточно. Вот. Так, это мы прогрели. А какие у нас есть приправки? А приправки у нас, смотри, вот специально. Тут такая приправка. Ура, рыбы. Ну, это мы тогда уже на сковородке посыпем. Ага, ладно, сковородочке посыпем, пускай. У нас должно всё это заскворчать сначала, масло немножечко, да? Да. Потом хорошо. Хорошо. Прогреться. Ждём. Слушай, а вот ещё какие продукты ты предпочитаешь? Вот именно ты и почему? Вот, допустим, на этапе, допустим, там, ну, тренировки. Потому что тренировка, само по себе, это разрушение белков, мышц, а потом, когда мы едим, они, наоборот, восполняются и увеличиваются. Да. Вообще я предпочитаю как раз рыбу, я люблю очень рыбу и молочные продукты. Творог. Творожок. Творожок тоже богат белком. Ага. Очень полезный продукт, вот, ну и овощи, овощи, которые содержат клетчатку, вот. А для набора массы очень полезно всё-таки крупы употреблять, да. Крупы. Крупы цельные. Рис, гречка, овсянка. Слушай, а какие вот предпочтительные там, допустим, овсянка, либо вот рис, либо гречка? Потому что они тоже все имеют какие-то свои частности. Ну, они все полезны сами по себе. Вот кто-то из этих круп содержит больше витаминов В, кто-то меньше. Я просто считаю, что нужно включать в меню. Не стоит на одной крупе сидеть, включать и то, и то, и то. Вот. Чтобы всё это было уместно. А так ещё просто слушать свой организм. То есть, если рис плохо переваривается, то не надо в себя пихать. Надо что-то другое, да? Может, гречка будет легче. А вот, знаете, интересно, если взять гречку, у нас, получается, следующая гречка обладает кровотворными способностями. То есть, человек, помимо того, что он там ещё массу тела увеличит, он может и улучшить состояние крови. Если человек больше будет риса употреблять, то, значит, рис, кстати, сильно упитывает. То есть, особенно худощавые люди, которые плохо поправляются, вот им больше риск. И, наконец-таки, если человек будет выдерживать какие-то силовые нагрузки, да, то лучше всего овсяночку и, опять-таки, цельную. Да, цельную овсянку. И для желудка, кстати, для кишечника овсянка, овсяной кисель с утра очень полезно и благотворно влияет. Как обволакивающее такое средство. То есть, это меньше гастритов, меньше язв каких-то будет и всё это остальное. А вот в плане, если приготовить это в фольге и в духовке, могу дать просто... Это в собственном соку. Да, в собственном. Можно ещё, я дам такой совет, полить это лимоном, лимонным соком или апельсинным соком. Очень вкусно получается. Ещё обычно я использую для рыбы приправу розмарин. Вот, очень хорошее сочетание, даёт вкус оригинальный. А вы знаете, что ещё приправы делают? Все приправы, насколько мы знаем, ну, во-первых, запах какой-то есть, да, летучие вещества способствуют. Потому что они вот эти все белки мяса там разрыхляют. За счёт этого улучшается пищеварение. И все они, опять-таки, специи, они острого, горячего вкуса, которые способствуются тому, что всё это будет лучше перевариваться. О, у нас тут... Можно туда уже лук побросать. Ну, хорошо. То есть, сейчас, давай, лучочек или это. Так, раз. Сюда. О, о. Кручок. Так, оставляем. Так, где у нас лопаточка можно взять? Лопаточка. Вот она, лопаточка. Можно мешать. Сейчас она зашкварчит, да? Можно, кстати, в лук немножко приправы уже... Давай, вот сделай так, как ты делаешь. Вот, приправы. Я слышала, но я, в принципе, сама потом это брала себе на заметку, что лук вообще стоит посолить сначала, вот когда он жарится, поджаривается, чтобы он не пригорал. Вот у нас соль. А соль, наверное, лучше всего использовать морскую. Морскую. В ней больше минеральных веществ, она более, так сказать, полезна, чтобы полностью... Ну да. Так, а здесь на максимуме, что ли, убавиться? А мы сейчас можем сделать поменьше. Да. Дима, мы вот так вот сделаем. И можно уже рыбку класть. А вот какую рыбу все-таки предпочитают? Вот сейчас мы используем филет риски. Филет риски нормально? Да, филет риски нормально, она не жирная еще, можно ее каждый день кушать. А вот если рыба пожирнее, будет там какая-то семга или еще что-нибудь? Полезно очень включать раза три в неделю, или можно даже почаще спортсмену. Так, и приправка сейчас посыпаем еще сверху. Раза три в неделю можно, значит, и жирные сорта. Жирные очень полезны, потому что омега-3 жиры, содержащиеся как раз вот в такой жирной рыбе, они, кстати, вообще это единственные, наверное, жиры, которые очень важны для сброса веса тоже. Они влияют на сжигание жира. Да, несмотря на то, что рыба вроде бы жирная, но на самом деле этот жир не идет в жир, а наоборот тот, что имелся в организме, он его вытаскивает. Он наоборот помогает расщеплять жиры даже. Вот, так что полезно включать в меню и льняное масло, вообще. Вот, кстати, льняные кашки тоже очень полезны, потому что содержат как раз эти омега. Ну и можно посолить еще чуть-чуть, не знаю, приправка соленая, нет. Посолим. Вообще я редко что солю, вот, но так как у нас сегодня блюдо выходного дня, можно и посолить. Посолить, да. То есть соли стараются использовать поменьше. Да. Чтобы она не задерживала воду, значит, не накапливалась вода. Потому что вода что делает в организме, вот, если когда ее... Ну, вода, это и давление повышает, лишняя жидкость. И, естественно, рельеф не такой, да? Да, рельеф, да. И, кстати, задержка воды мешает сжиганию жира тоже. То есть лишняя вода. Именно вот этот вот натрий хлор. Да. Так, надо, наверное, сделать побольше, чтобы она никак не за это самое. Вот, а что бы ты еще вот вспомнила из своей, сказать, тренировочной практики, что тебе вот, он говорит, с чем ты столкнулась, вот. Вот, знаешь, давай лучше всего так скажем. Вот, много людей, я сам знаю по себе, вместе с тобой занимались, да? Ну, вот почему-то один добивается успеха, а другие не добиваются. И были, возможно, говорили, и более талантливые люди. Но вот они как-то раз и отселись. Ну, ведь, видимо, просто не его. Не его. Да. Любое занятие, оно успешное, если оно тебе нравится. Это любое. Это и работа лучше получается, если человеку работа нравится. И он доводит это дело до конца. Так же и здесь все то же самое. Если, может быть, человек нашел себя в другом спорте. И добился там результата. Я просто на тебя смотрю и вспоминаю фильм «Качай железо». И там Шварценеггер рассказывает, в смысле, вот об этом феномене довольство. Что он говорит, вот из-за того, что я напрягаю мышцы, я испытываю такую, мол, радость, что не сравнимую для него ни с чем. И я, говорит, вот, и, как бы сказать, вот в этой радости пребываю, пребываю, но там… Нет, вообще, это, кстати, большое удовольствие чувствовать тонус мышцы, чувствовать себя в тонусе вообще. Это и повышает настроение. Вот, кстати, даже и по себе всегда замечала, что могу прийти расстроенная, напряженная, раздраженная. Начинаю заниматься все сразу. И мир краше становится. То есть напряжение, раздражение, это говорит о том, что, как говорится сейчас модно, это стресс. Значит, стресс – это напряжение. Ты испытала стресс, и вот некоторые люди думают, а как от него избавиться, от стресса? Они хватают кучу там различных там таблеток, некоторые предпочитают алкоголь и так далее, и тому подобное. А оказывается, для того, чтобы снять этот стресс, вот как ты поступаешь, надо просто-напросто потренироваться. Тренировка – это мышечное напряжение, да? Это выплеск эмоций. Выплеск эмоций. В силу, через силу все это проходит. Вот. Ну, и вообще, общение в зале с людьми, которые тоже это нравится, этот спорт, тоже это эмоциональный какой-то обмен происходит, и повышается настроение. И после того, как ты позанималась, вот это вот напряжение, да, значит, напряжение уходит, следом, естественно, следует фаза расслабления, и человек расслабляется, вот это вот умственное все это выходит, снимается, и он уже может спокойно и спать, да? А то понервничали, покорили, там, выпили, еще что-то, еще что-то. Пришли домой, не напряжение, не расслабление, телевизор посмотрели, я это называю, знаешь, какое-то срединное состояние, да? Не напряжение, не расслабление, и они не могут уже в кровати расслабиться, и вот глаза смотришь, что-то там еще такое. И потом дайте мне что-нибудь такое, чтобы, знаешь, чтобы я расслабился, а утром дайте мне что-нибудь такое, чтобы я собрался. Пропозлился. Оказывается, вот физические упражнения, значит, силовые, прекрасные. Кстати, и с утра, вот я вообще могу заниматься как с утра, так и вечером. Спортом это и зависит как раз от моего настроения, от настроя, вот. Вот. Иногда, наоборот, хочется вечером выплеснуть все эмоции, весь негатив, как раз перед сном, чтобы спокойно заснуть. Так, две притучки. Вот. Вот он будет. Вот таким вот образом. Хватит риса? Хватит. И у нас с вами как раз получилось блюдо для тех людей, которые хотят, чтобы у них росла мышечная масса. А те, кто хочет похудеть, постройнеть, просто это тоже ценное блюдо, полезное очень. Просто пореже его употреблять, а набор массы почаще. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч!